Добрый день, дорогие подписчики Кактус Медиа. Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор. Сегодня мы с вами говорим об экологии и об ее составляющей, это, конечно, зеленые насаждения, деревья. И гость нашего эфира Дмитрий Витошкин, директор общественного фонда инициатива «Арча». Здравствуйте. Здравствуйте. И Дмитрий Переяславский, координатор программы. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим для начала о том, насколько экология зависит от деревьев и зеленых насаждений. Экология города напрямую, потому что город Бишкек – это урбанизированная среда, и, как и любой из городов, в нем есть определенного типа выбросы и так далее. А у нас еще достаточно такой город находится в очень жестком микроклимате. Мы окружены степями, поэтому у нас очень пыльный и сухой воздух, очень сильное и жесткое солнце. И озеленение – это единственный фактор на сегодняшний день, доступный фактор, который способен, с одной стороны, формировать микроклимат городской среды, с другой стороны, снижать уровень загрязнений. И раньше принято было думать, что Фрунзе – это такой был зеленый город, а Бишкек утратил это. Это правда? Фрунзе создавали пешпек, создавали архитекторы. То есть в том виде, в котором получили наши родители Фрунзе, это был проект не ботаников, а именно архитекторов, потому что прекрасно понимали о господствующих западных ветрах, о южном потоке с предгорья, рядом с городом Бишкек. Поэтому у нас улицы сделаны линейно, такая сетка. Огромные зеленые массивы в северной части города, для того, чтобы за счет разности температур привлекать ветра из долины. И большие массивы в южной части города, чтобы увлажнять эти ветра, которые идут с гор. Мы сейчас говорим о Крогачево-Звоще. Да, сорока. И ботанические. Да, от ботанического сада до нынешнего парка Интемак. Вот это все был огромный зеленый массив. И поэтому фрунзенцы помнят так называемый бриз, который в принципе невозможен в центре континента. Мы далеко от океана находимся, но действительно во Фрунзе был бриз за счет вот этой разницы температур между зелеными насаждениями и городом. Город каждый день проветривался. Сейчас что у нас? Ну, сейчас у нас получается мы закрыли окна города, застроили южную часть города. То есть мы, получается, по ветроломному принципу построили дома, мы сократили зеленые насаждения. И поэтому вопрос смога, вопрос пыли становится все более актуальным для нашего города. А есть какие-то нормативы? Не, ну нормативы в Советском Олимском существовании. А вот на одного человека должно быть столько? Да, получается, для фрунзе стоял норматив 21 квадратный метр. Должен быть на одного человека. А в фрунзе большее количество зеленых насаждений, поэтому он считался одним из самых зеленых. То на данный момент последнюю такую инвентаризацию зеленых территорий, одно дело территории, а другое дело состояние их, чтобы большое количество деревьев было. То на данный момент полноценно не проводилось уже. Но мы проводили исследование города Пешкев со спутником. Это позволяет полностью рассматривать город оперативно, как изменяется тенденция. Мы видим, что эта цифра сокращается до 7%. И это включает и парки, и прилегающие территории ограниченного пользования при домовой территории. А если 21, мы говорили, то это только парковая зона. В реальности, на данный момент, по предварительным оценкам, где-то составляет 3,5 квадратных метров. На данный момент эта цифра очень сильно уменьшилась. И мы видим, что количество зеленых насаждений очень сильно зависит от осадков. Если в прошлом году больше было дождей, то в следующем году мы видим незначительный рост зеленой массы в городе Пешкек. Это может где-то поросы деревьев появляются в кустарных. Но после засушливого периода это как раз возвращается. Это говорит о том, что город Пешкек неполноценная ирегационная система, и город не защищен от климатических изменений. Сейчас мы говорим с вами об изменении климата, о его последствиях. Но чуть-чуть отвлекаясь от темы, вот сейчас как раз вы затронули тему ветров, западных ветров. Вот недавнешний такой информационный повод, что у нас снег выпал, да, такого коричневого цвета. Многие ссылаются, здесь есть два вклада, это получается. И отчасти это смог, которым мы дышим. И другое, это действительно сухая погода, которая приводила к высокой запыленности. И так как за последние годы только сокращали зеленые насаждения, защищающие нас от пыли, и вокруг города такие запыленные участки образуются без деревьев, то вот мы как раз увидели воочию, чему приводит это все. А летом, конечно, запыленность еще гораздо выше. И эффективность зеленых насаждений в летний, весенний, осенний период, она более эффективна. Наоборот, что цифры говорят о том, что смог в зимнее время, когда начинают допить, чем попало. Здесь, на самом деле, когда мы говорим о зеленых насаждениях, качестве воздуха, мы говорим о мелкодисперсных частицах, более крупных, чем смог, пыль, городская пыль. Но здесь уже проводят исследования европейские институты о том, что даже без листвы деревья способны за счет своей коры, за счет веток. То есть, если мы... То есть, это не в числе? Вот как у нас говорят, у человека самый большой орган, какой кожа. Вот то же самое. А представьте деревья, какие они разветвленные. Вот они, можно сказать, с вот этой поверхностью коры, они способны абсорбировать вот эти вот мелкодисперсные частицы. А в летнее время за счет увлажнения воздуха они вынуждают крупные мелкодисперсные частицы в виде пыли осаждаться более быстро. Мы делали такие замеры. Прям вот две точки брали. Парковая зона, допустим, там торговый центр. И мы видим, что в разы возле... Там, где территории не озеленены, пыль держится долго в воздухе, потому что накаляется тротуар, особенно большая концентрация пыли на метр двадцать. То есть, с одной стороны, мы с вами такие повыше, мы не чувствуем это. Вот представьте, каким воздухом дышат дети в Бишкеке. И мы этого не замечаем. А максимальная концентрация пыли – это метр двадцать метр от уровня земли. И вот мы всегда говорим, проведите эксперимент, сядьте на корточке в центре города, и вы почувствуете, каким воздухом дышат дети. И здесь еще вот Дима, когда рассказывает о разных типах зеленых насаждений, важно понимать, что их три категории в городе. Это территория общего пользования, туда относятся парки, скверы, бульвары. И у нас в Кыргызстане принято относить туда улицы, хотя это не совсем правильно по международной классификации. Но улицы туда тоже относятся. И вот этот двадцать один квадратный метр – это территория общего пользования. Есть ограниченного пользования. То есть, это не то, что туда ограничивают идти. Просто у этих территорий есть определенного типа пользователей. Например, парки микрорайонов, или парк школы, или парк больницы. То есть, у них есть определенного типа пользователей. Вот эти территории, их норма – шесть квадратных метров на пользователя. Либо на микрорайон, либо на конкретный дом. Либо на учащихся. Есть территории специального назначения, которые очень часто остаются без внимания. Но мы вот начали, когда вообще изучать город как целостный организм, и Дмитрий, когда говорит о семи процентах, это семь квадратных метров зелени на одного человека. То есть, здесь категории всех земель. Даже в полисаднике бабушка будет выращивать куст, мы его увидим на спутнике. И поэтому здесь мы не можем категориями говорить. Но, например, территории специального назначения – это кладбище, полизащитные полосы, санитарно-защитные полосы, территории вдоль железных дорог, вдоль предприятий. И вот здесь у нас еще больше проблемы. Вот эту область вообще тяжело изучить, потому что у нас все территории специального назначения находились вокруг города. Это были полизащитные полосы тополей, всевозможные сады для того, чтобы… Вот поэтому мы часто слышим, там жилмассив находится в санитарной зоне. Вот эти санитарные зоны отдавались под озеленение для того, чтобы снизить воздействие предприятий на город. И в том числе снизить порывы ветра в город, чтобы не было вот этих пыльных бурь. Потому что во время вот тот бриз – это не ветер, это действительно, это, так скажем, пассивное затягивание воздуха за счет разницы температуры. Поэтому он такой легкий, приятный, вечером он был во фрунзе. Я тоже его немножечко застал в детстве. А вот ветер – это всегда у нас очень порывистые ветра. И вот во время порывистых ветров плодородный слой почвы, который находится на полях, все, он поднимается в воздух и идет в город. И вот чтобы этого не было, были обязательно вот эти вот ветроломные полизащитные и пылезащитные полосы. Их сейчас практически нет. Еще сейчас очень активно, там, считается, что это улучшает инфраструктуру города. Для того, чтобы решать дороги, вырубаются древья. Но в других странах, там, вырубил одно дерево, есть такое законодательство. Вырубил дерево, посади другое. Вот у нас как-то восполняются вырубленные, вот даже у нас, вот здесь, зеленые насаждения. Ты ответишь, мне ответить. Давайте я чуть-чуть поделюсь опытом. Конечно, за границей, в других, во всех странах, перед тем, как, либо строительные компании, либо какие-то другие из компаний. Перед тем, как подать документы о сносе дерева, попросить, чтобы выяснить, у любого дерева существует оценочная стоимость. Это правильный термин, да? Снос дерева все-таки. Да, снос. Снос дерева, не вырубка. Вырубка, она в лесу, наверное, больше. Ну, снос. Есть понятие о сносе, и у нас законодательство использует терминологию снос. Есть нормативно-правовые акты, которые регулируют этот вопрос. Все понятно. И в мировой практике у каждого дерева своя индивидуальная цена, стоимость его. Это не та стоимость, которая сформирована в покупку. Иногда бывают скандальные истории, когда деревья покупали за 16 тысяч. А иногда бывает, что с нашего лесхоза привезли дерево, которое стоило 500 сомов. Но в результате они выросли, и, допустим, у лесхоза дерево гораздо лучше выглядит, а по стоимости оно дешевле. То мировая практика иногда даже, вот мы работаем с экспертом в Лондоне, он говорит, иногда доходили деревья до стоимости 2 миллиона фунтов стерлингов. Это дерево не только представляющее экологические функции, которые ценны здесь, в данном районе. Оно, может, несет какое-то историческое значение. Александра Македонского видела. Да, ну, в нашем случае, да, мы говорим, которые ивы около Сумма, они очень такие у всех на слуху. И обрезают, хоть они старые, пытаются восстановиться, но они представляют еще некую историческую ценность. У нас это никак не оценено, абсолютно. И можно сказать, что нет понятных правил, как у муниципальных служб, чтобы требовать правила исполнения, да, чтобы никому даже в голову не пришло убрать это дерево, потому что знают стоимость. И застройщики тоже самое понимали, что действительно, что мы можем, что по силу финансово, что не стоит, или, может, ценность этому предлагается. Это опять говорит о несовершенстве нашей нормативно-правовой базы. У нас в настоящее время для того, чтобы почитать стоимость дерева, необходимо знать его просто по роду, диаметр ствола. И там есть коэффициент. И коэффициент, если это дерево находится на территории парка, кстати, они на территории парка дороже. Вот. И коэффициент, если он находится на территории общего пользования, там, как улица, допустим. Вот. Хотя мы говорим то, что в парке дерево восстановить гораздо проще, чем, например, вдоль дороги. Потому что вдоль дороги очень узкое пространство. И там очень много надо манипуляций сделать, чтобы действительно посадить дерево. То есть там отодвинуть лоток, вытащить этот грунт, выкорчевать пень. И в среднем эта цена составляет от 5 до 8 тысяч сомов за дерево. Это цена совершенно смешная. И сейчас мы совместно с зеленхозом... С прошлого дерева, которое вот много лет прошло. И сейчас мы пытаемся с муниципальным предприятием зеленхоз и городские парки пересмотреть данную инструкцию. Мы изучаем мировой опыт, потому что... Ну и очень грустно, что в СНГ практически методика одинакова. Но цены разные. У нас очень низкая цена за снос деревьев. Но нам... Почему это? Ну, всевозможными коэффициентами. Вот мы хотим пересмотреть эти коэффициенты совместно с муниципальными предприятиями. И в том числе подумать о том, что добавить какие-то, может быть, дополнительные коэффициенты. Такие как историческая ценность, количество пользователей. Потому что одно дерево находится на какой-нибудь районной улице, а другое дело, когда оно на первостепенной улице находится. То есть вот этого даже не учитывается. И здесь, с одной стороны, нам надо сохранить социальную справедливость, чтобы у нас не было ситуации, что в жилмассиве можно рубить сколько хочешь. В городе сложно. Но при этом ввести какие-то дополнительные коэффициенты, чтобы увеличить стоимость дерева. Еще хочу также добавить. Мы знаем стоимость закупочную. Но когда обслуживается дерево, каждый год поливается, подкармливается, обрезка формирующая, стоимость должна увеличиваться. Вы же сами понимаете, что маленькие саженицы и крупное дерево. Мы вот когда покупаем в садовых центрах, иногда еле доходят до 200 тысяч, если большую ель покупаешь. Или маленькую ель, которую можно купить за 2 тысячи. Но она на баланс поступает, допустим, в стоимости 2 тысячи. И вы понимаете, что... Да, через какое-то время у него, естественно, стоимость выросла. А у нас по учету, получается, стоимость его, наоборот, как товара, как амортизационного, наоборот, иногда даже снижается. Вот несовершенство вот этой системы приводит к тому, что мы, горожане, которые деревья являются у нас таким барьером экологической безопасности, мы не защищены, получается. И вот общественный резонанс появляется, что действительно, как без ведома могли снести. Потому что никто не видит финансовой ответственности за принятые какие-то решения. И иногда, может быть, кто-то договаривается снести об этом. Или, может быть, какая-то... Но последствия никто не видит. Если бы мы все это посчитали, до стоимости, то, конечно, бы все взвешивали. Ну и у нас еще низкая стоимость обусловлена низкими ставками за обслуживание деревьев. У нас ставки очень низкие в городе. И вот одна из инициатив, которую мы тоже сейчас поднимаем, мы считаем, как экологи, как горожане, что необходимо повысить ставки за обрезку городских деревьев. Потому что обрезка городских деревьев – грамотная обрезка. Не такая, какая сейчас происходит. Просто вершину дерева спилили – это не обрезка. Я вообще не понимаю. Это уничтожение дерева. А здесь это производится с целью безопасности горожан. И себя подстраховывают муниципальные предприятия, потому что деревья у нас очень долго не обслуживались. Древесный фонд в основном формировался в 50-х, 60-х годах. И максимальный срок обслуживания должен был быть в 90-е и 2000-е годы. И вот оно вот так вот попало, что в эти годы муниципалитету было совершенно не до деревьев. Вот. И обрезка грамотная. Что такое грамотная обрезка? Это санитарная обрезка для предотвращения заражения ветвей. Это прореживающая обрезка. То есть дерево становится густым. И если его не прореживать долгие годы, то при порывистом ветре или вот как сегодня снег идет, оно может упасть. И для того, чтобы продлить срок службы дерева, необходимо делать прореживающую обрезку. Прореживающую обрезку вы чаще всего не заметите, как горожанин. Вы просто увидите, что что-то там поделали, а дерево осталось таким же. То есть это вырезаются ветви третьей, четвертой степени. Дерево становится более легкое. Оно становится более воздушное. Ветер легко проходит сквозь ветви. Оно не загнивает. Там не формируются грибковые заболевания, вредители и так далее. Такое дерево начинает жить на 30-40 лет дольше, чем дерево без такой обрезки. Но ставки по обрезке, мы изучали их где-то от 60 сомов до 200 сомов. И поэтому, конечно, рабочим невыгодно вот это все выстригать. А, например... А они все знают, они специалисты, и вот пришли так... Вот здесь, знаете, здесь, как бы, с одной стороны, мы, конечно, мы платим налоги для того, чтобы нам делали качественную обрезку. Но, с другой стороны, от горожан тоже очень многое зависит. Для того, чтобы... Потому что горожане всегда так разводят руками, говорят, вот во дворе домком вызвал, и все, нам только не оставили. Необходимо тоже контролировать. Но прореживающая обрезка... Надо контролировать, потому что должна стоять рядом... Мы про это поговорим. Я просто хотел акцентировать, что вот эта прореживающая обрезка, она не может стоить там 120-160 сомов. В среднем на рынке сегодня за такую обрезку рыночная цена у нас в городе Бишкек это от полутора тысяч до трех тысяч сомов. И мы сейчас хотим муниципалитету проработать, ввести категорию новой обрезки. И для того, чтобы действительно у рабочих была возможность провести качественную обрезку за соответствующую оплату, чтобы таким образом действительно продлили жизнь деревьям. А по поводу того, что умеют или не умеют... Ты скажи, да? Да, я могу сказать, что... Как я говорил ранее, мы работали со специалистом-арбористом из Лондона. Он сейчас живет здесь. Арборист. Арборист. Это именно тот человек, который... Вот представляете, мы его привыкли видеть, когда дерево обрезать, приехало вышкой и попилило, да, его все оставило. Это человек, который буквально приходит с канатами. Это работа такая, да? Он, получается, на канатах поднимается, проводит обрезку дерева, коротко все, как нужно аккуратно все проводит, ветки не падают, все закрепляется. И один человек выполняет эту обрезку. Конечно, там эта профессия весьма востребована. Она, чтобы заниматься, ей нужно получать лицензию, квалификацию и так далее. Была такая возможность именно поработать с деревенхозом, со всеми рабочими группами по районам, с агрономами, как проводить эту обрезку. А мы посмотрим, как они работают, конечно, в попыхах, потому что, ну, и, может быть, я сейчас оправдываю, но когда у тебя там 10-15 деревьев за сегодня, да, ой, за вот час вот на этом участке, конечно, они обрезают черти как, и по правилам дендрологии это вообще не допустимо, чтобы какие-то сучки вот такие оставались, такие длинные, нужно правильно все обрезать. Еще у них иногда вышка не достает. Торопятся, да. Да, иногда, знаете, они просто не заморачиваются, они иногда просто обрезают дерево, и оно аварийное. Они думают, что к дереву нужно подойти, вот сегодня у меня есть время, я лучше сделаю сегодня, а выживет оно, не выживет, это второстепенно, потому что за один раз невозможно привести прям абсолютно порядок. Необходимо дерево, ну, как минимум, где-то через 3 года проводить повторную, формирующую какую-то обрезку, санитарную. Из бюджета выделяются средства на обслуживание дерева. На данный момент, по предварительным оценкам, 220 тысяч у нас деревьев. И представляете, вы когда-нибудь видели, вот у вас дерево во дворе, чтобы каждый год или там раз в 5 лет кто-то подходил, что-то с информирующей обрезку делал. Нет, вот эти низкие стоимости на обслуживании дерева и приводят к тому, что нет у персонала заинтересованности в повышении квалификации, правильной обрезки, важности и ответственности за выполненные работы. Я бы здесь не говорил даже про заинтересованность. Нормы, как мы выяснили, почему такие низкие цены. То есть, почему, во-первых, да, почему мы предлагаем это вводить? Вводить эту дорогую обрезку. Потому что, например, если мы скажем, что из городского бюджета полторы тысячи на обрезку одного дерева кажется такой, как много, но в среднем посадка одного дерева происходит вот по такой расценке. А обрезка дерева, это мы уже сразу получаем взрослое дерево, которое еще 30 лет может жить. То есть, для городского бюджета это гораздо выгоднее поднять цены на обрезку. А второе, у них нормы. Как оказалось, то есть, вот такая цена низкая обусловлена нормой времени. У них в среднем уходит 40, написано по стандартам, по их вот этим всем методикам, 40 минут на дерево. При этом арборист обслуживает одно дерево иногда даже два дня. Уходит у него для того, чтобы полноценно обслужить это дерево, полноценно его вырезать, чтобы оно действительно прожило еще 30 лет. И поэтому здесь вот как бы ситуация такая, что может быть нам хватит быть. Мы не настолько богатые, чтобы мелкие деньги вот так вот просто терять, растворять в городском бюджете. Может быть, это будет меньше деревьев обслуживаться за год, чем предполагалось. А вторая большая проблема. Сейчас пошла с позапрошлого года вторая волна посадок. И вторая волна посадок, вот например, там на Южной магистрали, да, мы видим много посадили молодых деревьев, по городу очень много молодых деревьев. Все эти молодые деревья требуют формирующей обрезки. Потому что если им сейчас не вырезать все вот эти веточки и не сформировать нормальный ствол, 2-3 скелетных ствола, эти деревья превратятся буквально через 3 года в ершики. Может быть, видели, новое дерево высадили, оно вот как ершик, и вот там ни ствола не видно, ничего, боковых веток очень много. И вот такие деревья не сформируют крона в будущем. И поэтому для этого тоже надо заложить городской бюджет. Если мы уж отчитываемся, что там тысячу деревьев посадили, две тысячи деревьев посадили, это должны быть полноценные деревья. Это не должны быть просто отчеты мэрии о том, что высажены деревья. Там нужно запланировать как минимум в течение 10 лет две такие капитальные обрезки этим деревьям. И потом вернуться к ним через 10 лет, через 20 лет для того, чтобы формировать их крону. И вот эта вот ситуация, и самая опасная сейчас полемика идет о том, что городской фонд устарел. Мы слышим часто о том, что говорят, все, деревья старые, надо все обновлять. Ни в коем случае. Потому что на сегодняшний день нет решений нормальных у муниципалитета. Мы не видим полноценных нормальных улиц новых, озелененных. И одно дело, когда в Пешпеке высаживались эти деревья или во Фрунзе, когда были огромные бульвары, огромные придорожные полосы, когда дерево могло сформировать крону, укорениться, пустить корни, то сейчас под деревья оставляют полметра вдоль дороги. И сейчас это очень сложно будет обновить весь древесный фонд города. И плюс еще такие вызовы. Если в Пешпеке инфраструктура только развивалась, но было достаточное количество воды для деревьев, то на данный момент регуляционная система, сколько раз мы видим, что происходит нарушение, застроили арык и так далее. У нас арыки на данный момент только сейчас выполняют функцию ливников. Это с дороги Кушабада куда-то уходило. А в летнее время мы вообще воды практически не видим. Ну и смысл выпилить аллею старых деревьев. И мы физически, никто не может посадить туда деревья, потому что все граждане скажут, ну зачем, а оно засохло. Молодые деревья, недостаточно развита корневая система, чтобы справиться с самим, найти где-то воду, обязательно необходим полив. Ну согласитесь, полив, формирующая обрезка. Вот Дима, я тоже поддерживаю. Знаете, молодые деревья, их буквально прорезать секатором можно. Соответственно, и стоимость этого будет гораздо меньше, нежели чем большое дерево уже приезжать с вышками, резать и так далее. Лучше иногда своевременно оказать. Вот есть профилактические меры, мы же всегда знаем, что лучше сделать профилактику, чем лечение, это гораздо дешевле будет. На данный момент мы увидели, что профессиональный потенциал у муниципальных служб в этой области очень низкий. И они оставляют иногда деревья просто без внимания. Мы посадили, ну они же растут в лесу сами, иногда такие аргументы бывают. Но это не, это город. Мы здесь должны деревья формировать не по принципу, оно пускай само растет, наоборот, иногда из-за нехватки земли формируется шатровидная форма такая, чтобы как можно больше поверхности покровать, чтобы проветриваемость была. Почему нужна проветривость? Потому что мы знаем, что существуют заболевания такие. Вот мы знаем, дубы страдают, это вредитель. Существуют грибковые заболевания, но зачастую загущенные кроны приводят, наоборот, к ухудшению ситуации. В природе-то были бы энтомофаги, которые бы контролировали численность этих... Птички, мясяковые. Птицы и так далее. А здесь мы оставляем все это на откуп. Дерево посадили на праздник, и оно само пускай растет. Поэтому мы тоже посмотрели, что, допустим, в Октябрьском районе были молодые посадки. Те люди, которые занимаются обрезкой деревьев, они уже говорят, у нас уже мало, что нужно резать. Ну, подрезать, да. Допустим, Ленинский район, там больше. Первомайский тоже уже мало. Допустим, в Свердловском районе много старых деревьев, там больше обрезать. Ну и что вот говорить, да, допустим, если мы с вами посмотрим два парка, парк Победы на Южной Магистрали, мы смотрим, это молодые деревья. Казалось бы, вот на данный момент, я могу с некой уверенностью сказать, что не проводится в должном образе формирующая обрезка. Но деревья выглядят хорошо, пока они молодые. И смотрим другую историю, Карагачево роща. И уже много-много лет, и мы видим, что там деревья иногда падают, пытается санитарная обрезка. Иногда вот после снега какие-то аварийные проводятся, устранение деревьев, снос проводится. Совсем разное. И, соответственно, специалист должен быть подготовлен и к этому, и к этому. И знать, что если сейчас здесь правильно все сделать, не будет тех ошибок, которые будут в Карагачевой роще. Еще хочу также отметить, что у нас деревья есть разные. Вот в парках иногда допустимо, что дерево будет чуть-чуть наклонено. А если мы говорим о проезжей части, и очень много возмущений, да, то, что дерево, если наклонено над дорогой, многие по нормативам говорят, что не дай бог оно упадет и создаст аварийную ситуацию. Смотрите, какая сложная специфика. И к этому нужно подходить как к целому институту, который обучаем. Должен проходить постоянное повышение квалификации. Но из-за высокой текучки в муниципальных службах мне приходится говорить о сохранении какого-то потенциала, о научном, ну не научном, а профессионального потенциала сохранения. И я думаю, что да, действительно, когда будет увеличена стоимость и увеличена ответственность за проведенные мероприятия по обрезке, тогда уже можно говорить. А сейчас мы видим, конечно, что, ну что за такие деньги я могу сделать? И вроде бы и пожалеть надо, а мы с вами, прирожане, потеряли защитника нашего здоровья. И здесь хочется сказать, что мы не только цены повышаем, но и ответственность повышаем за неграмотную обрезку. И в частности, в данных методиках будет рассматриваться, что обрезка ни в коем случае не должна нарушать жизнестойкость дерева. То, что мы видим, вот эти вот оставшиеся пни, это вынужденная мера там когда-то. Здесь нельзя все под одну гребенку. Есть, конечно, и предприниматели, которые сносят вот эти вершины, и когда зеленхоз говорит, мы вообще ни при чем здесь, и называют это типа обрезкой, потому что 3 метра от земли ствол, если мы его не трогаем, то что мы делаем выше, считается обрезка, на нее не нужны разрешительные документы. Так мы хотим вот именно санитарную обрезку, омолаживающую обрезку, мы вообще предлагаем исключить, потому что обмолаживающая обрезка, это обрезка только для деревьев плодовых. А вот именно, чтобы без разрешительных документов проводилась только та обрезка, которая увеличивает жизнестойкость деревьев. И мы будем, соответственно, рассматривать вопросы, если обрезка выполнена неправильно, то либо это будет ответственность на агрономе района, либо на пильщики, которые это делают. Потому что на самом деле, как мы говорим, то, что дерево пилится за 30 минут, а растет оно 30 лет потом, для того, чтобы выполнять те функции, которые оно выполняет в данное время. На данный момент полномочные органы для сноса дерева, кто может это производить? Это у нас муниципальные предприятия «Зеленхоз», большая часть территории города Бешкер под ведомство на «Им». Муниципальные предприятия «Городские парки», к ним относятся часть парка в городе Бешкер, и, конечно, «Северэлектр». Иногда мы видим, что проходят провода, и они могут приехать, просто спилить и оставить. Это энергобезопасность. Конечно, город должен инфраструктурно, допустим, по электроэнергии развиваться, мы рассматриваем. Но не всегда весь провод, который мы видим в городе, является электрическим. Мы видим, что иногда интернет-провайдеры тянут буквально свои провода по деревьям, какая-то неразбериха коммуникационная происходит. И поэтому здесь нужно привести какой-то некий порядок к этому всему. И мы тоже задумывались о том, что на данный момент существует не то, что монополия какая-то, но, с одной стороны, хорошо, что не каждый имеет право сносить деревья, да? Но, с другой стороны, нужно развивать рынок услуг. Ну, представляете, вы как житель, который любит какое-то несколько деревьев у себя, вы можете действительно заложить в бюджет вашего ТСЖ, что вы действительно проведете правильную обрезку вашего дерева, сохранение, и это будет стоить. Допустим, муниципальные парки, они уже оказывают услуги. Горожанам вы можете заказать, они при этом вам правильно обрежут дерево. Но этот рынок должен развиваться, чтобы не оказывать финансовую нагрузку на городской бюджет. Потому что, конечно, в мэрии у всех такие глаза, вы что, у нас там столько деревьев, откуда в бюджет и столько средств на одно дерево, на обрезку. Конечно, существуют частники, которые приезжают, если это ваше частное собственное, то они проводят обрезку или снос. Но любой снос дерева на территории города Бишкек необходимо получать акт о сносе, где действительно должны заключить экотехоинспекции, которая должна сказать, что дерево либо является аварийным, либо оно сильно поражено уже, и действительно его можно сносить. Самовольно сносить деревья на территорию города Бишкека, это неразрешительно. Видите, как бы у нормативно-правовой базы есть и оберегающие, и некомпетентность, ой, нету достаточных условий для развития профессиональных услуг, оказываемых городу и населению. Ну и мы понимаем, что деревья – это своего рода специфическая форма недвижимости. Потому что, когда говорят, пересадить дерево – это вранье. У нас в Кыргызстане деревья пересаживать, большие крупные деревья невозможно. То есть у нас нет такой практики, потому что у нас камнегрунты, у нас не как в Европе, там глина, песочек и так далее. У нас очень дерево пересадить очень сложно и порой просто невозможно. И поэтому это недвижимость, она закреплена за определенной территорией. И мы поэтому в прошлом году, в позапрошлом году, и вот будем с нынешним составом парламента дальше работать, мы начали продвигать законопроект о защите зеленых насаждений в населенных пунктах Кыргызстана. Потому что, к сожалению, вопросы озеленения всегда стоят на самом последнем месте. И мы тоже вот с Дмитрием, как практикующие ландшафтные дизайнеры, мы тоже всегда отвоевываем. Даже частник, когда строит дом, у него озеленение стоит на самом последнем месте. Но когда говорят, что это несознательность, это там плохое воспитание, любые экологические ценности формируются через кризисы. Я очень надеюсь, что деревья ценными для нас станут не через кризис. Не когда мы начнем, как в Лондоне умирали от смога, что мы не начнем, население Бишкека, не начнет умирать от жары и от пыли, для того, чтобы обратить внимание, как оказывается важны деревья в наших условиях. А они важны, как в начале программы мы говорили, это единственный на сегодняшний фактор снижения экологических рисков в городской среде. Нет еще таких технологий, нет еще таких доступных технологий, для того, чтобы, например, сделать воздух более прохладным, более влажным, более чистым, именно в условиях городской среды. Можно, конечно, сесть в автомобиль с кондиционером, спрятаться в квартире с кондиционером и воздухоочистителем, но мы часто находимся на улице. Вот смотрите, вы говорили о культуре. Дело в том, что вот мы когда-то с родителями не было семи лет, мы въезжали в новый дом. И мы всем домом, все, в том числе я, семилетний ребенок, мы выходили на субботники по озеленению придомового участка. Это было законодательство такое? Нет, это была культура, ну, во-первых, просто немного другая ритмика жизни была в те времена, но я хочу сказать то, что когда ругают мэрию о том, что в каком же состоянии находятся наши дворы, это не претензии к мэрии, это претензии к ТСЖ, это претензии к самому себе должны быть. Потому что территория ограниченного пользования, они не находятся в ведении мэрии. То есть территории парков придомовых, школьных дворов, садиков, и мэрия все равно, зеленхоз, вот здесь хочется их похвалить, они все равно едут на вот эти вызовы, когда там говорят, ой, у нас сейчас дерево упадет, они едут, хотя они обслуживать эти территории не должны, они не находятся на их ведении. Да, потому что, чтобы понять, чья территория, достаточно посмотреть на тротуар у дороги. Вот все, что между дорогой и тротуаром, это относится к зеленхозу, а все, что от тротуара до вашего дома, это относится уже либо к ТМСЖ, либо к МТУ, и поэтому вопрос надо решать там. Ну и хочется надеяться, что все-таки люди будут взаимодействовать, потому что сейчас зона комфорта у нас сузилась. Если раньше нам было всем стыдно за грязный двор, то теперь мы ограничены только дверью своей квартиры, уже даже и подъезд нас, казалось бы, не касается. И я думаю, что вот эта практика, которая была, сопричастность к своему двору, может быть, она и позволяла создавать в той мере зеленые дворы, в какой они были. То есть я хочу уточнить, что как посадить дерево в своем дворе многоквартирного дома, так и срубить его, это ответственность. Да, да. Вы не должны согласовывать ни с кем посадку деревьев у себя во дворе, вы должны соблюдать строительные нормы и правила. То есть это два метра, деревья должны быть не ближе, чем два метра от здания, не ближе, чем два метра от коммуникаций всевозможных. Остальное... Коммуникации, это я как... Есть у домкома, обязательно должна быть топосъемка территории, и там вы увидите, где телефон проходит, где... Коммуникации. Да, да, где проходит там газ, и так далее. От этих коммуникаций тоже деревья надо садить на расстоянии двух метров. Не, ну если там уже есть деревья, то, наверное, там уже нет яблок. Ну да, да. То есть подсаживать деревья, цветы, это в вашей компетентности. Вот вы знаете, мы все время говорим о деревьях, но когда я училась в школе, меня учили, что зеленое насаждение, очень зеленые фронзы, это не только деревья. Только деревья – это волюное. Ну вот... Должны быть там... Да, кустарники, травы. Наш учитель Эмиль Джапарыч Шукуров говорил всегда, что это не просто деревья, кустарники, травы, а это три яруса трав, то есть от покровных растений до каких-то крупных, да, ирисов, допустим. Три яруса кустарников и три яруса деревьев. То есть мы не просто так... На самом деле здесь нельзя говорить отдельно про кустарники, отдельно про травы, отдельно про деревья. Как мы говорили в начале программы, Бишкек – это оазис среди степей, и поэтому мы в природе не видим, чтобы там... Это территория в деревьях, это территория в кустарниках. У каждого леса есть подлесок, травы там и так далее. Так же и здесь. То есть когда мы создаем, например, покровные растения, крупные там какие-нибудь травы, кустарники, деревья, тогда становятся целостный такой зеленый массив. Покровные растения защищают почву от выветривания, от испарения, излишнего испарения влаги. Кустарники обеспечивают место обитания птицам, хищным насекомым. Деревья притеняют всю эту территорию. То есть это... Ну, я надеюсь, что мы до этого дорастем. И в принципе концепция именно такого озеленения, она отражена и в новом законопроекте о защите зеленых насаждений, который подразумевает разработку стандартов озеленения городских территорий и отражена в концепции озеленения города Бишкек. Чуть-чуть хочу добавить по поводу травы. Травы, они... Вот демократсиал, ветровую эрозию. Вот мы когда задаемся вопросом, откуда пыль иногда в городе появляется, мы видим припаркованные машины на газонах. Если вы других, даже в России, то вы видите, вы сами понимаете, что это огромный штраф будет у вас. Это казалось, по ментальности рядом с нами, но у нас почему-то это остается без внимания. Забирается грязь, выносится на дороге, поднимается потом пыль к нам, мы ее видим. Другой вопрос еще, кустарники, роль важная. Какую пользу приносят растения? Все говорят, кислород. А вот в частности, города, мы все понимаем, что важнее пыли. Чтобы кустарники играют очень важную роль, как пыль и защита. Поэтому иногда их сажают вдоль трассы, чтобы они защищали нас. И шумовое загрязнение. Они снимают шумовое загрязнение очень эффективно. Мы делали замеры шума. У нас практически на всех перекрестках предельная допустимая шумовая нагрузка. То есть от этого мы такие все нервные. Потому что на самом деле практически на всех перекрестках предельная норма шума. И там, где растут кустарники, там, где сохранились кустарники, именно кустарники, следовательно, должны быть выше человеческого роста. Там шумовая нагрузка снижается до умеренной. Еще хочу добавить, то по паркам, которые создаются, даются в эксплуатацию, озеленяются, существует в главных архитектуре требование, чтобы территория была озеленена на 80%. В нашем понимании озеленение, да, это парк, который, ну, скажем, парк-это тюрк. Когда ты заходишь, там у микроклимат, комфортно, тишина, прекрасно себя чувствуешь. И парк, допустим, Мунтермаг. Возможно, можно сослаться на том, что это парк молодой, но действительно необходимо было изначально, если вы создаете парк, посадить деревья, прежде всего, сориентироваться на деревья, а не считать брусчатку, это всего лишь там 20%, да, а газоны, которые трудно поливать, их гораздо тяжелее отливать, нежели, чем деревья. В наших условиях, таких жарких, пригорных полупустынь, газон, это является роскошью. Поэтому иногда можно отдать территории под разнотрави, под кустарники, чтобы мы заходили и наслаждались тишиной и спокойствием. И когда мы тоже понимали тему доступности, парки должны быть комфортные и доступные, потому что молодая мама с коляской, она должна выйти, да, допустим, в весенний-литний период и где-то погулять в комфортных условиях. Мне с трудом себе представляется, что в парке Интемаг молодая мама днем бы летом себя комфортно чувствовала. Это утопичное место. Но это значит, нам над чем-то надо работать. Муниципальные службы это тоже понимают. Городские парки, они тоже производят, постоянно пытаются произвести посадку деревьев в бюджетными средствами, вне бюджетными средствами. Горожане сажают. Но мы о чем говорим? Чтобы мы не ратовали за какие-то инфраструктурные, огромные арки, за миллионы сомов, а чтобы мы понимали, что если ты приходишь в парк, это не портал в пустыне, это должен быть калитка, но она должна быть действительно в парк, деревья. Вот эта переоценка ценностей должна произойти. Мне хочется позитивное что-то сказать, а то так грустно получается, что у нас все, да? Есть позитив? Потому что у нас уже второй год работает экологический совет при мэрии города Бишкек, и это впервые вообще в истории кыргызской независимости, независимости Кыргызстана создана общественная площадка при мэрии. То есть у нас при министерствах есть общественные советы, а это вот при мэрии была создана эта площадка два года назад, и в этом году мы инициировали и получили поддержку о создании комитета по озеленению. То есть озеленению отвести особую роль. Действительно, место, где мы можем спорить, находить какие-то решения, и где могут эксперты по озеленению быть услышанным муниципалитетом, и мы можем услышать их проблемы. И здесь мы, ну, я хочу сказать, что уже мы видим плюс от этого такого взаимодействия, потому что мы видим, что иногда и муниципалитет находится в таких ситуациях сложных, что исполнительные муниципальные предприятия не могут решить эту проблему. И поэтому, ну, хочется надеяться, что вот эта диалоговая площадка даст о себе знать в положительных инициативах. Но и в частности хочется сказать, что вот три года назад мы тоже потратили очень много времени, мы входили в состав комиссии по оценке реализации китайского гранта, когда, вот помните, громкое дело было в 2019 году, что спилят пять тысяч деревьев. И в результате этой комиссии четыре тысячи двести пятьдесят деревьев удалось отстоять. Вот. И это большая цифра, и это говорит о том, что, наверное, мы как молодая демократическая страна, мы должны, в том числе горожане, должны находить время для того, ну, как бы, немножечко выходить за пределы своих квартир. Потому что мы, ну, на собственном опыте убедились, что если ты идешь на диалог, если ты идешь на то, чтобы формировать ту самую городскую политику, это возможно. И не надо для этого быть депутатом, там еще кем-то, возможно быть просто активным горожанином. Потому что вот эти вот инициативы, которые, комиссии и так далее, это очень тяжело, это очень утомляет, потому что это огромная работа, но она дает результаты. Это тоже наша работа просто как горожан. Вход вот в такие комиссии. Тоже хочу положительного добавить. Вот вместе с горожанами и муниципальными службами мы запустили инвентаризацию. Инвентаризация деревьев. И вот все проблемы, которые мы с вами сейчас озвучили, что да, к 2000 годам мы пришли со старым фондом деревьев, нужно их сносить. Если пройдет инвентаризация возраста, состояние деревьев, то мы можем видеть, что на каких территориях необходимо проводить своевременную подсадку молодых деревьев, чтобы мы не оказались все спилены, и у нас ничего нет, чтобы планомерная замена была. Мы сможем, муниципальные службы смогут также прогнозировать свои бюджеты по посадке, по обслуживанию, финансовые, на три года вперед давать свои планы, что будет развиваться, как будет, и, соответственно, будет более лояльным. Все эти наработки были созданы на основе мирового опыта, исчерпывающего информации, собираться с геолокацией, где дерево конкретно находится, чтобы не было потом факта снесения дерева, и ему говорят, где оно было, нету, никого не убил, никто не знает, а в базе оно существует, полномочник, кто его мог сносить. Все будет учитываться. Я очень рад, что эта тяжелая работа началась, а здесь, конечно, силы муниципальных служб, они тоже начинают реализовывать, но мы, как горожане, которые говорим, как бы, чем помочь, мы вот этим можем помочь, и мы помогали, мы вот уже более двух тысяч деревьев нанесли, как мы помним, 220 тысяч, нам есть над чем работать, и мы продолжим работать. Также в планах определения мест для посадки, чтобы весенняя посадка проходила не так, знаете, импульсивно, куда бы поехать, да посади дерево, где-нибудь там гора бесполива, а действительно по городу может быть выявляться участки, где есть условия вода, место, необходимость, и чтобы в весеннее время муниципальные службы распределяли места, где могут быть коммерческие организации, либо частные лица могут произвести посадку тех или иных деревьев, чтобы такая более организованная работа. Ну и, конечно, наша мечта, это, конечно, коснуться вопросов инвентаризации и развития ирригационной системы города Лебешкир, потому что это головная боль у мэрии, которая передается то из одного ведомства, то в другое, то в третьем. Надо сначала всю ситуацию оценить и потом уже привлекать либо экспертов, чтобы смотреть, как правильно профинансировать, какие уже новые технологии были, потому что ирригационная система в советское время не создавалась, то на данный момент ирригационная как сказать, нам новшество уже давно гораздо вперед шаг будет. Может быть, можно, ну и нужно пересмотреть уже, не полагаться только на речке, которая то есть вода, то нет, вот от этого зависит. Потом мы можем так и голосовать. Давайте, у нас подходит время к сожалению и давайте резюмируем. Так нам нужно изменить законодательство. Да. Усилить. Усилить законодательство. Этим занимается в том числе общественный фонд инициатива «Арча». Да. Вы его вынесете уже на новый состав, который мы выбираем в это воскресенье. Нам нужно поднять тарифы, вы считаете, на ухаживание, на обрезку. Нам нужно провести инвентаризацию как зеленых насаждений, так и ирригационных систем. Вот, насколько я помню, были раньше люди, как-то они так назывались, которые гнали в отдых. Мурабы. Мурабы. Сейчас есть такая работа? Да, есть такая работа. Есть такие рабочие у зеленхоза, которые шлюзами направляют в воду. И нам нужно повышать нашу собственную гражданскую культуру. В этом смысле у меня тоже есть оптимистичная история. Мой сын недавно сказал, ему 12 лет, что они с одноклассниками хотели бы посадить свои деревья и приходить и понимать вот каждый год и потом каждый год, когда они закончат школу, понимать, что это их деревья. То есть уже растет поколение горожан, которые понимают, что нужно вкладываться в какую-то такую зеленую память города. Вот, это мне кажется все исполнимое. Да. В ближайшее время. Ну и мы видим то, что, например, когда в 16-м году мы поднимать начали эту тему, насколько это была тема нерезонансная. И как сегодня горожане, вот единственное хочется сказать, горожане, дорогие, меньше пишите про ситуацию, что спилили деревья. Кричите и просите помощь, когда деревья планируют снести. В этот момент да, может быть, придется не пойти на работу, встать возле дерева, требовать от бригады акт о том, что им разрешено их спиливать или убирать, на основании чего это происходит. Если мы будем внимательны к этому, то у нас не будет потом такого безобразия, потому что очень много ситуаций, когда зеленхоз говорит, это вообще была не наша бригада. Очень много ситуаций, когда не несется потом ответственность за выполненные вот эти работы. Поэтому, если вы хотите сохранить деревья, то необходимо в том числе и такая вот проактивная позиция. А когда пишут о том, что уже снесли деревья, что делать, так грустно, ну вот нас уже демотивирует такая информация. Потому что, ну что можно сделать? Ну уже не приклеишь, только посадить новые. все понятно, спасибо большое. Я думаю, нам еще предстоит дальше действовать и говорить. Мы всегда готовы поддержать и словом, и делом. Спасибо. И высадить дерево, и широко информировать общественность в инициативах, которые вы проводите. Потому что мы все дышим этим. вот Дмитрий до эфира говорил мне, что 70% иммунитета человека идет на очистку легких, и что лучше переложить эту ответственность на деревья, чем на свои. Ну и сегодня хочется сказать, сегодня сильный снегопад. И сегодня вы можете спасти деревья в своем дворе. Если сегодня снег такой же липкий появляет, вы стряхиваете деревья, особенно туи от этого страдают сильно, ивы от этого страдают. Вы можете спасти деревья, которые находятся рядом с вашим домом. То есть стряхивать нужно? Да, да. Это не одеяло? Ну, это одеяло, но это когда сухой снег, да. А сейчас вот в такой липкий снег деревьям очень тяжело справиться с этой нагрузкой. Все понятно, спасибо Дмитрию Бреяславскому и Дмитрию Витошкину. Общественный фонд инициативы Орча были с нами. Давайте все вместе думать о деревьях и о легких нашего города. Спасибо, что вы были с нами. Меня зовут Наталья Цимирбаева. До новых встреч. До свидания.